Недавно беседовал с одним очень интересным человеком. Он очень молодой такой, глава управляющей компании. Беседа стоялась очень интересная. Сейчас я расскажу, какие вопросы я ему задал, и что он мне на это ответил. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, у управляющей компании, у директора управляющей компании, что можно спросить? А какие средства, я спросил, находятся у него под управлением? И он так, спокойно, спокойно, молодой человек, спокойно, спокойно отвечает. Говорит, ну, более 300 миллиардов рублей. 300 миллиардов рублей. Ну, конечно, у меня было к нему масса вопросов. Прежде всего, кто же доверяет ему такие деньжищи? Во-первых, ну, то есть 300 миллиардов рублей, во-первых, это надо заслужить доверие. А во-вторых, ну, у кого-то должны эти деньги, чтобы кто-то отказался, ну, как бы доверил ему, во-первых. А во-вторых, ну, если ему доверяют 300 миллиардов рублей кто-то, то, может быть, и мы с вами можем доверить? Я спрашиваю, а кто может доверить вам свои деньги, кто может открыть счет вашей управляющей компании? Он говорит, да любая бабушка, так сказать, там минимальная сумма от 100 рублей. Ну, вообще стало интересно. И дальше я у него выясняю, говорю, слушайте, ну, а зачем вообще, так сказать, клиенту, вы же, наверное, за свои услуги берете деньги, зачем клиент вообще идти к вам, если можно купить акции самостоятельно? Он на это ответил. Ну, дальше я спрашивал о том, какие там инструменты и так далее, и так далее. Я спросил дальше, ну, так вот он отвечает, отвечает, и самые такие вот тяжелые для него вопросы, самые неудобные вопросы я подготовил в конце. Ну, конечно же, неудобный вопрос о том, какую доходность они гарантируют, на что он ответил, что вообще никакой доходности не гарантирует. И тогда такой, вот, а зачем же тогда вообще вроде бы доверять? Я говорю, ну, хорошо, а что вы вообще тогда гарантируете? Ну, он тоже ответил. Какие комиссии берет управляющая компания? Не моргнув глазом, отвечает на все вопросы. Я спрашиваю, ну, хорошо, они управляют вообще средствами пенсионного фонда, ну, не всем, естественно, а какой-то частью. Вот, и он говорит, ну, за пять лет мы показали лучший результат среди всех управляющих компаний, которые управляют средствами пенсионного фонда. Нормально? Нормально, почему не довериться им? Он отвечал на все самые-самые неудобные вопросы, среди которых были, ну, а лично вы куда вкладываете, спросил я его. Ну, это понятно. Потом, такой интересный вопрос, вот, ну, вообще говоря, неудобный. Ну, я думаю, ну, мои зрители зададут этот вопрос, естественно. Я говорю, ну, а если вы захотите как-то денежки эти умыкнуть, не захотите ли? Молодой человек, вот, не моргнув глазом, отвечает. Ну, так сказать, я знаю, что управляющая компания не имеет возможности вывести деньги клиентов, то есть это как бы, ну, просто физически нет возможности. Но есть возможность манипулировать. Я говорю, есть ли какой-то контроль? Отвечает. И самое главное, значит, меня давно мучил вопрос, еще один, чем отличаются биржевые пифы от открытых пифов, которые дает управляющая компания. На самом деле, почему бы не купить биржевые пифы и так далее? Друзья мои, он очень четко по полочкам разложил. Друзья мои, к сожалению, биржевые пифы, ну, они, как правило, индексные. И то, что предлагает управляющая компания, можно купить только у управляющей компании. И это тоже для меня было открытие. Я думаю, что я буду туда идти, потому что биржевой пиф можно купить то же самое, но дешевле. Оказывается, не получится. Биржевой пиф там продается один, а у управляющей компании другой. Он мне тоже это рассказал. Ну, а я говорю, в конце концов, хорошо. В принципе, вы знаете, я думаю, что вообще говоря, идея доверить свои деньги управляющей компании, я все больше и больше прихожу к этой мысли, это хорошая идея. Потому что, ну, если мы с вами не профессионалы, если мы с вами не знаем, какие акции покупать и заморачиваться, ну, в принципе, он так и ответил, заморачиваться, какие акции покупать, какие не покупать. Ну, если вы этим не занимаетесь профессионально, если вы там врач какой-нибудь, да, или вы работаете инженером каким-то крупным специалистом, значит, айтишник какой-то, да, зарабатываете достаточно большие деньги, у вас напряженная работа, то зачем вам заниматься акциями? Каждый должен заниматься своим делом. Вот. И он профессионал в управлении, он доказал это, он показал это. Лучшие результаты по сравнению с индексом московской биржи, я спрашивал, ну, по сравнению с чем вы сравниваете, пожалуйста, он отвечает, то же самое. То есть, идея какая? Если у вас есть капиталы, то можно не покупать акции, если вы понимаете, что на фондовом рынке это выгодно вкладывать, ну, как вкладывать, вы не знаете, то очень хорошая идея просто доверить это дело профессионалу. Именно с таким профессионалом я как раз и беседовал, как открыть счет в управляющей компании, вы увидите там, соответственно. Ну, а кто он такой? И полностью интервью, оно уже смонтировано, кстати, оно занимает там 56 минут, насколько я помню. Полностью интервью уже смонтировано, прямо сейчас вы увидите ссылку на него, появится окошечко. Пока оно еще не в открытом доступе, потому что, ну, еще утверждается там обложечку, готовлю и так далее. Но вы прямо сейчас уже сможете посмотреть, кто это такой. Я заинтриговал, надеюсь, нажимайте на кнопочку, посмотрите, если вас интересует, и удачи вам в инвестициях. А профессионал, он поможет. Кто это такой, вы узнаете из того видео, интервью. Смотрите, удивительный человек, очень интересный, не пожалеете. Ну, а сейчас я хочу попрощаться и пожелать вам приятного просмотра. До встречи. С вами был Домитков Юрий.